Еще, что нам мешает по пути коммуникации с нашими детьми? У них новые герои. Это кто? Погромче, пожалуйста. Блогеры, Валентина Петровна. Конечно, блогеры! Учитель – это не только кладезь знаний, но и наставник для ученика. Под таким девизом в краевой столице сегодня стартовала первая ассамблея классных руководителей. Алтайские педагоги знакомились с новыми методиками воспитания, влиянием цифровой среды на детей. Здесь за два дня проведут более 20 мастер-классов и презентуют около 15 лучших практик воспитания. Для меня был очень интересен мастер-класс по поводу интерактивного метода в гражданском патриотическом воспитании. И там Валентина Петровна раздавала такие письма, ну, как вот войну писали, треугольничками. Ну, как бы мы были детьми, она нам их раздала, и мы зачитывали оттуда конкретную, ну, какая-то история. И вот нас только тронуло, то есть прямо до мурашей. К слову, попасть на ассамблею смогли далеко не все. Участникам пришлось пройти серьезный отбор. Прежде всего, ими стали призеры и победители региональных этапов различных конкурсов, которые отличаются креативностью и нестандартным мышлением. Ассамблея объединила более 150 участников из 38 муниципалитетов края. Я сегодня уже много такого материала. Только вот прошла одна секция в одной аудитории, но огромный материал. Повезу целый чемодан уже отсюда. Чемодан уникальных практик и опыта, кстати, привезли не только местные эксперты. Например, представительница Всероссийского форума классных руководителей из Москвы рассказала о важности блогерства. Я буду рассказывать учителям, почему сейчас есть необходимость в том, чтобы представлять свой опыт и как это правильно делать. Потому что многие педагоги, к сожалению, немножко зажаты. И хочется помочь им раскрыться, потому что у каждого из них есть фишки, идеи, приемы, методики, которые уникальны и о которых должны знать все. И распространяя опыт, педагогическое сообщество будет расти. Алтайский институт развития образования занимается активным продвижением педагогического движения. Так развиваются новые направления. Выездные школы в муниципалитетах и, конечно, образовательный туризм. Образовательный туризм предполагает возможность побывать в различных образовательных организациях, где есть интересные наработки, где есть интересный опыт. И за небольшой промежуток времени, переезжая с одного муниципалитета в другой, с одного района, с одного края, тематически познакомиться на практике с опытом лучших наших коллег, лучших школ. И таким образом возможно диссеминировать опыт на свои школы. Ассамблею планируют сделать ежегодным традиционным мероприятием. В обозримом же будущем выход на межрегиональный уровень. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.